Здравствуйте, друзья! Если вы планируете делать ремонт или, может быть, уже делаете ремонт, наверняка вы сталкивались со строительным блогером номер один Алексеем Земсковым. Алексей снимает замечательные видео, у него множество подписчиков, множество интересных и полезных видео, и иногда он еще публикует посты. И вот один из таких постов недавно попался мне на глаза, где Алексей рассуждает о тропических душах. Это замечательно и много толковых мыслей, в том числе и в этом посте, но немножко сумбурно, что даже я практически запутался в том, что это такое. Поэтому в сегодняшней лаборатории интерьера я постараюсь уточнить некоторые моменты, а некоторые моменты, может быть, объяснить вам, ну и, может быть, даже Алексей, если когда-нибудь он посмотрит это видео. Прежде всего, нужно сказать, что тропический душ — это не способ установки, и это не размер лейки, и вообще не существует точного определения, что такое тропический душ. Но мы понимаем по тропическим душам wellness-душ, а есть еще и просто верхние души. Но, тем не менее, грань между ними достаточно зыбкая, поэтому давайте разбираться по порядку. Итак, перед нами душевые системы нарушнего монтажа. У компании Hansgrohe они называются Showerpipe. У других производителей они просто называются душевые системы. Они аллогичны той, которую изобразил в своем посте Алексей Земсков за некоторыми исключениями. Ну, во-первых, все душевые системы сейчас, в 21 веке, должны быть оснащены смесительными термостатами. Это обязательно. Поэтому то, что он изобразил, понятно, что покупать не нужно, потому что там обычный одноручный смеситель, что крайне неудобно при использовании любого душа. Душевая система состоит из ручного душа, в общем, следует из названия, то это душ, который можно взять в руку, и как раз верхнего душа. Алексей говорит о том, что ручной душ — это жутко неудобно, но в некоторых случаях это единственное правильное и удобное решение. Ну, во-первых, ручной душ все-таки можно регулировать по высоте. Это делать в нормальных душевых системах довольно удобно. Есть либо кнопка, либо вообще нет ничего. То есть просто вы двигаете полозок и устанавливаете на ту высоту, которая удобна вам. Также удобно регулировать наклон, соответственно, не нужно что-то придумывать. Это делается все очень легко и удобно. Алексей говорит о том, что ручной душ вываливается из крепления. Это тоже неправильно, если вы покупаете нормальную душевую систему, где душ в держатель защелкивается. Ну, и помимо этого душ не перекручивается, точнее шланг не перекручивается, потому что нормальные производители используют специальные шарниры. Вы просто не можете перекрутить душ таким образом, что уж он тем более лопнет. Теперь поговорим о верхнем душе. Верхний душ это действительно очень удобно, потому что вам не нужно ничего держать и вода льется на вас сверху. Но, например, если вы дама с пышной прической и не хотите мыть голову, а такое происходит достаточно часто и, возможно, Алексей об этом не знает, потому что у него не самая пышная в мире прическа, то они используют как раз ручной душ, потому что он бьет под углом и это очень удобно. Естественно, когда вы моете ребенка, то вы тоже используете ручной душ, потому что помыть его и не замочить себя под верхним душем просто невозможно. Ну и еще один момент, что касается того, что делает душ тропическим. Тропическим делает его особый эффект, когда вы получаете из верхнего душа не однородные струи, а когда струя разбита на несколько капель. Это происходит при подмешивании воздуха. Так вот как раз у компании Hansgrohe есть специальное отверстие, которое вы видите здесь, через которое этот воздух поступает и струи, которые выходят из форсунок, имеют вот эту структуру капель. И тогда вы действительно ощущаете себя как будто под тропическим дождем. Ну а размер вы можете подобрать какой угодно. Можете подобрать поменьше, можете подобрать побольше. И здесь важно отметить также, что верхний душ можно регулировать по наклону. Соответственно, нет необходимости, как утверждает строительный блогер номер один, как-то прислоняться сильно к стене. Вы можете его настроить таким образом, что будете чувствовать себя абсолютно свободно и спокойно. Ну а если вы выберете модель, например, такую, здесь вынос составляет порядка 40 сантиметров до оси. Соответственно, вы попадаете ровно как в центр стандартной душевой кабины. Ну, например, 80 на 80 или даже 90 на 90. Алексей утверждает, что стоять под тропическим душем – большое удовольствие. И релакс сравнимый с тем, который вы получаете, когда валяетесь в ванной. Но только в ванну вы вынуждены набирать очень долго, регулировать температуру. А под душем всего лишь несколько минут, и вы в порядке. Ну, это, конечно, действительно здорово. Я бы не сравнивал единственное, что этот релакс с ванной, потому что это все равно, что сравнивать отдых на диване и отдых на курорте. На курорт тоже очень долго ехать, очень дорого ехать, но, однако, мы предпочитаем иногда и такой вид отдыха. Также Алексей говорит, что верхний душ – это массаж. Здесь можно, конечно, согласиться, а можно и поспорить. Если это верхний душ, который относится к wellness-душам, например, вот к таким powder rain, то, безусловно, да, это массаж. Но, естественно, лучше для массажа выбирать боковые души, боковые форсунки, которые также, кстати говоря, регулируются и по направлению. То есть, соответственно, вы их можете настроить под свое тело. Если это верхний душ с большими отверстиями, то это вовсе не массаж, это просто поток воды. И это, кстати говоря, не есть плюс. Например, в форсунках powder rain очень тонкие отверстия в каждой силиконовой форсунки по пять штук. И это обеспечивает действительно неповторимый опыт и неповторимые впечатления. Действительно, настоящий релакс. Помимо верхних душей, функцией powder rain может быть оснащена, точнее оснащена флагманская душевая панель shower heaven. Она имеет два ряда этих самых форсунок и они обеспечивают тот самый обволакивающий эффект. Причем вы можете настроить его для разного размера людей, скажем так. Еще в этой панели есть очень интересная функция, которая называется ламинарная струя. Это такой столб воды, с помощью которого вы можете действительно промассировать воротниковую зону, зону шейного отдела позвоночника. Этого же эффекта можно добиться с помощью водопадов, которыми также снабжаются многие-многие верхние души и душевые панели. Более взрослые модели, такие как Rainmaker, оснащаются специальными массажными форсунками, которые создают закрученные струи и также аэрированные воздухом. Ну и последнее, когда вы выбираете большую душевую панель, нужно иметь в виду, что в ней должны быть два сектора. То есть сектор вот этого самого тропического wellness душа и также сектор, с помощью которого вы сможете просто помыться. Это зона форсунок меньшего размера, которая как раз будет удобна для того, чтобы намылить голову или намылить тело, ну и просто ополоснуться. Алексей утверждает, что тропический душ — это очень элитно. Ну, я бы не согласился с таким термином — элитность. Звучит довольно странно, но, тем не менее, определенная правда в этом есть. Верхние души, верхние душевые панели достаточно дорогие. Но если вы выберете душевую систему с хорошей, довольно крупной лейкой, то она может оказаться у приличного производителя стоимостью в районе 40-50 тысяч. Элитно это, дорого это или нет, вы решите сами. Но, в общем и целом, в рамках всего ассортимента возможных решений, так называемых тропических душей, это может быть довольно экономичным решением. Если мы говорим о встраиваемых панелях или о верхних душах настенного монтажа, то, конечно, добавит стоимости еще и их установка, потому что нужно будет провести трубы внутри, нужны хорошие встраиваемые смесители. Если это будут смесители с кнопочным управлением, это будет дополнительным плюсом, ну и это, конечно, также добавит бюджета. Еще один тезис, который высказывает строительный блогер номер один, установка тропических душей требует больших ванных комнат и высоких потолков. Ну, к потолкам мы еще вернемся, вот по поводу размеров ванной комнаты здесь я абсолютно не согласен. Панель 90х90, например, которая является, ну, действительно довольно крупной, можно установить в обычную душевую кабину. Ну, если не 90х90, то метр на метр будет вполне достаточно. И нужно еще понимать, что панель 90х90, это не значит душевая зона 90х90, это лишь габаритные размеры этой панели. Ну, а сам так называемый душевой факел, он будет немножко меньшего размера. Еще Алексей дает несколько рекомендаций. Ну, во-первых, он утверждает, что тропический душ это тот, который устанавливается на потолок, либо в потолок. С этим я, как уже сказал, не согласен. Есть тропические души, обладающие массажными функциями, которые устанавливаются на стену, и они так же удобны, как и те, которые устанавливаются на потолок. Второе, о чем он говорит, что тропический душ должен быть минимум 40х40. Это тоже не совсем верно. Душевые лейки диаметром 30 см дают такой же эффект, как и панели 40х40, а даже иногда, как и панели 50х50. Ну, и еще один аргумент. Душевая панель должна быть установлена минимум 70 см над головой, а лучше, если это будет 1 или даже 2 метра. Это совершенно неверно. По рекомендациям многих производителей, установка верхнего душа или душевой панели должна осуществляться на высоте 2,20-2,40 см. Соответственно, максимальное расстояние даже до головы довольно высокого человека как раз и будет те самые 70 см, ну, никак не метр, и уж тем более не 2. Дело в том, что хорошие производители проводят исследования своих струй, и, конечно, они рассчитывают на то, что наиболее ярко этот эффект будет проявляться как раз вот на этом расстоянии от верхнего душа до головы человека. Если установить выше, то струи будут рассеиваться, эффект будет совершенно не тот, который изначально просчитывался, ну и вообще, на самом деле, это будет не так приятно и удобно, потому что, конечно, с такой высоты вода разгоняется существенно больше, и вы ощущаете излишнее, на мой взгляд, давление на своей голове и на своем теле. Ну и последнее. Алексей утверждает, что лейка 20 см в диаметре, болтающаяся на водопроводной трубке, это никакой не тропический душ, а гав... Ну, я, конечно, с ним согласен, это не тропический душ, но это и не то, что он говорит. Это верхние души, и, кстати говоря, 20-сантиметровая лейка вполне себе адекватна даже для такого крупного человека, как я. Ну и что касается водопроводной трубочки, которая очень маленькая, и вам придется ютиться где-то у стены, это тоже абсолютно неверно, потому что вы можете видеть здесь, на этих образцах, что вам не придется как-то прислоняться, прижиматься, вы будете стоять ровно как посередине своей душевой кабины. Конечно, если выберете качественное оборудование. Ну и еще один момент, возможно, вы обратили внимание, что эта лейка достаточно низкая для высоких людей. Здесь тоже есть своего рода решение. Вы можете отрегулировать в том числе и высоту, вы можете отрегулировать также и наклон, и тогда вам точно не придется ютиться. И с этой высоты это не будет какие-то слабенькие потоки, это будет абсолютно нормальный верхний душ, который комфортно принять, помыться, помыть голову, если это необходимо. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог. Итак, тропический душ — это не обязательно то, что устанавливается на потолок, и это не обязательно что-то огромное, что устанавливается на какую-то невероятную высоту. Вообще, нужно все-таки различать скорее не тропические и не тропические души, а wellness души, то есть души, которые создают определенный эффект массажный или еще какой-то, то есть могут быть в составе оздоравливающего комплекса и нести те самые оздоравливающие функции. И верхний душ, то есть тот душ, который закреплен над головой, и с помощью которого вы осуществляете обычные помывочные утренние или вечерние процедуры. Не будем забывать также, что и ручные души имеют свой функционал. Они пригодятся женщинам, когда они не хотят мыть голову, и в этом случае они устанавливают их на ручной держатель на штанге и регулируют наклон и высоту. Также ручной душ будет удобен тогда, когда вам необходимо помыть ребенка. Ну и, кстати, если вы соберетесь помыть домашнего питомца, то ручной душ тоже подойдет как нельзя. Кстати, с помощью верхнего душа я не представляю, как это сделать. Если вы хотите добиться массажного эффекта, нужно еще припомнить те самые боковые души, которые могут дать этот массажный эффект. Что касается стоимости, понятно, что душевые системы могут стоить относительно недорого. Но здесь тоже все будет зависеть от функционала, от дизайна и даже от цвета отделки. Ну а что касается верхних душей или панелей душевых, то их функционал может быть абсолютно разнообразным. Могут быть и различные типы струи, о которых мы говорили. Может быть еще и хромотерапия, может быть и аромотерапия, какие-то водные туманы и даже заранее предустановленные сценарии, которые буквально вовлекают вас в это тропическое путешествие. Ну и, конечно, это, безусловно, скажется на цене. Друзья, я надеюсь, это видео позволило вам разобраться в том, какие бывают типы души и для чего они могут быть использованы, а также развеяло некоторые сомнения или, может быть, развенчало какие-то мифы, которые культивируются в том числе даже и довольно авторитетными блогерами. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Субтитры сделал DimaTorzok